Праздник состоится и при любой погоде, и при любом количестве выпускников, даже если их число не доходит до пяти. С учениками, которые отвечали на каждом уроке, и далеко не по собственному желанию, встретилась Эльвира Ибитулина. Баттерсена Залия, Зенатов Алмаз. Список 11 классиков Казакларской средней школы Высокогорского района состоит из двух фамилий. В такой компании они проучились все 11 лет. Если не приходил один ученик, значит отсутствовало полкласса. Если его не убывает, то я 50% считаюсь и все время делаю контроль не одна. 7% есть, значит контроль не надо делать. Это должно так быть. Или когда меня не убывает, Алмаз делает. У кого списать, выбирать не приходилось. Не делать домашние задания не получалось. Спрашивали ежедневно. Причины не идти на занятия придумывали вместе. Только осталась у выпускников несбывшаяся мечта. Большой и дружный класс. Только, наверное, об этом и мечтали, скорее всего. Потому что вдвоем иногда трудновато играть ни с кем там. Шахматы, шашки только один, вдвоем сидим там. А вот когда, ну просто, даже вот когда у нас физкультура, мы только вдвоем гоняем меч, вот делать просто... Так нечего. Да, нечего. Что такое учиться в классе, где учеников по пальцам одной руки посчитать, знает и директор музея социалистического быта Рустем Вали Ахметов. У учащегося маленькой школы военного городка было всего 4 одноклассника. Колокольчик для них звенел намного чаще, чем для современных учеников. На уроке и перемены, вспоминает он, звал тот самый звонок, который сейчас в школах звенит только когда уходят выпускники. Когда отсутствовала электроэнергия, сигналы все у нас подавались вот таким вот школьным колокольчиком. То есть вот он сейчас есть у нас в экспозиции музея. То есть у меня запомнился вот этот звук, и мы всегда с нетерпением ждали того момента, когда учитель говорил, ну ребята, все, можно подавать звонок. Он как-то короче подавал этот сигнал, тут же хватали, кто сидел поближе. Или первый класс, или второй класс, мы примерно одинаково, на одинаковом расстоянии от стола учительского находились. И вот хватали этот колокольчик, выбегали в коридор, человек выбегал в коридор и начал подавать сигналы. Последний звонок сегодня прозвенит для тысяч 11 классиков в республике. Для выпускников в Казани праздник впервые пройдет под открытым небом. Впрочем, последний звонок это еще не прощание со школой, всего лишь короткая передушка перед выпускными экзаменами. У тех, кто сдает информатику, биологию, историю, они начнутся уже в понедельник. Эльвия Ребятулина, Павел Прищепов, Тимур Гатаулин, Вести, Татарстан.